Добрый день, уважаемые дамы и господа! В эфире программа Яна Йоффа, странички истории. У нас на связи автор. Ян, добрый день! Добрый день, Анатолий! Добрый день, радиослушатели! Латинское слово «dixi» означает «всё сказано». К истории это, конечно, не относится. Здесь, скорее, сказано мало, а всё, что было сказано, скорее всего, недостоверно. Через два дня американский самый большой праздник – День независимости. Мы в прошлый раз начали говорить о этом празднике, сегодня продолжим. Чтобы вам было легче представить исторический период борьбы американских колоний за независимость, я напомню вам, что в России это было 34-летнее правление императрицы Екатерины II. Это при ней произошло три раздела Польши. Россия завоевала Крым, Таганрог, Кубань, Кабарду. В 1784 году появилось первое русское поселение на Аляске – Кадияк. А уже после её смерти был основан Новый Архангельск. Теперь это город Ситка. В те времена в Российской империи проживало 40 миллионов человек, во Франции – 30, в Австрийской империи – 25 миллионов, а вот в американских колониях в то время проживало всего лишь 1 миллион 300 тысяч жителей. 18-й век вошёл в историю как век разума, век просвещения. В воздухе завитали радикальные идеи о правах человека, о равенстве людей, свободе речи и частной собственности. Джан Эдамс писал Томасу Джефферсону, «Война с Британией за независимость не была частью революции. Революция была в умах народа задолго до того, как первая капля крови была пролита в Лексингтоне». Начало американской революции можно считать первый континентальный конгресс, который состоялся в сентябре 1774 года. 55 делегатов из 12 колоний собрались в Филадельфии в ответ на решение британского правительства закрыть бостонский порт и разрешить размещение британских солдат в домах колонистов. Только Джорджия отказалась прислать своих делегатов. В то время этот штат вел тяжелую борьбу с индейцами и нуждался в помощи английской короны. В решении конгресса делегаты потребовали от английского короля отозвать вот этот так называемый «Intolerance Act» или «Акт нетерпимости». И призвали делегатов, что в случае отказа короля нужно создавать народную милицию и готовиться к войне. Немножко хронологии. 1 июля 1776 года делегаты слушали речь Джана Эдамса. Он сказал, «Перед Господом я верю, что час пришел. Все, что я имею, все, что я есть, и все, о чем я надеялся в этой жизни, я готов. Буду ли я жить или умру, выживу или исчезну, я за декларацию независимости. Это есть мое живое завещание и будет моим посмертным завещанием, как и благословение Господа. Независимость сейчас. Независимость навсегда. На следующий день, 2 июля, Континентальный Конгресс одобрил текст декларации независимости, а 4 июля делегаты проголосовали за его принятие. 8 июля ее зачитали перед собравшимся народом, во время чтения звонил колокол свободы. А вот 2 августа напечатанная на специальном пергаменте декларация была подписана большинством членов Конгресса. В ней бессмертные слова. Мы заявляем эти истины, что все люди созданы равными, они наделены Господом, неотчуждаемыми правами, среди которых право на жизнь, свободу и на поиски счастья. После подписания декларации Джан Эдамс объявил, «Это день мы посвящаем нашему Господу, которому мы все должны служить и повиноваться. Он царит на небесах, от восхода до захода солнца. Пусть придет его царство». Следует отметить, что в те времена не только Джан Эдамс, все делегаты, да и, честно говоря, все колонисты были очень и очень религиозными. Поэтому и историю Америки того времени вы должны как раз рассматривать сквозь призму религии. В истории бывают такие моменты, когда в одном месте вдруг собирается целая плеяда выдающихся людей. Ну, так это было в Древней Греции, времен Платона и Аристотеля. Это был в России XIX век, золотой век русской литературы или серебряный век поэзии русской. Так это было и в случае континентальной Америки. То именно тогда, вот в каком-то определенном месте и собрались выдающиеся личности. Ну, вот возьмем, например, Бен Фрэнклин. Франклин. Это единственный человек, которого знали в Европе по имени. Блестящий ум, публицист, издатель, оратор, ученый, изобретатель. Один только перечень его изобретений мог бы занять несколько страниц. Опыты с электричеством. Это, значит, он изобрал специальную механическую гармонику, очки с двумя видами ленц, специальный камин, одометр. Это он придумал идею в библиотеке по подписке. Вместе с Адамсом и Джеем он подписал в Париже мирный договор с Великобританией. Он был участником договора о союзе и торговле с Францией. Франклин умер в возрасте 84 лет, оставив в наследство американцев их любимую книгу Фармер-Альманах, который переиздается до сих пор с его юмором и советами. Первые выстрелы войны за независимость загремели в апреле 1775 года у города Лексингтон, штат Массачусетс. Последние в октябре 1781 у города Йорктаун, штат Вирджиния, где британский генерал Чарльз Корнволл, сдался в плен со своей восьмитысячной армией. Поле сражения опасное место для генерала учиться военному искусству, но Джордж Вашингтон, который взял на себя командование армии в июле 1775 года по просьбе Континентального конгресса, прошел эту академию. Ему было 43 года. В ранние годы он уже пять лет командовал милицией штата Вирджиния в стычках с индейцами. Вашингтон учился быстро. После первых серьезных ошибок он проявил блестящее тактическое мастерство, огромную энергию, решительность и стал успешным военным лидером. Томас Флекснер пишет в своей знаменитой биографии, что Вашингтон в реальности не был солдатом. Он был политический лидер, который смотрел на войну, как на сражение выиграть сердца и умы колонистов, а не попытку нанести поражение Великобритании в отдельном сражении. В декабре 1776 года Вашингтон пересек реку Делавер и в неожиданной стычке нанес поражение англичанам. Этот эпизод запечатлён в своей знаменитой картине известный американский художник Эммануэл Летц. В лодке стоит Вашингтон с саблей, а за его спиной американский флаг с ним солдаты. Интересные, выразительные лица грибцов, включая женщин, которые прилагают все усилия переправиться через замёрзшую реку полную льда. Ещё один герой американской революции Джан Эдамс. Его достижения монументальны. Он возглавил комитет, который подготовил Конституцию. Он позднее, он жаловался. Я-то подготовил, а вся слава ушла к Джефферсону. Эдамс был одним из архитекторов с работы. По окончании Гавровского университета он работал лойером. По иронии судьбы, он защищал в суде британских солдат, которые открыли огонь по толпе в Бостоне. Помните, я вам рассказывал, что тогда вот этот бостонский мессакр, когда погибло по пять человек. Так вот, Эдамс защищал на суде этих британских солдат и добился их оправдания. Он был неутолим. Он блестящий оратор. Он выступил на Втором континентальном конгрессе. Он предложил Вашингтону возглавить континентальную армию. Во время революционной войны он был американским посланником во Франции, Голландии и Британии. Вместе с Франклином Джаном Джейем он добился от Великобритании наибольших уступок при подписании мирного договора в Париже. Восемь лет Эдамс был вице-президентом, а в 1897 году стал президентом. Пожалуй, его наибольшим достижением стало то, что он сумел избежать войны войны с Францией. Тамас Пейн. В любой революции всегда участвуют люди, ну, например, как Троцкий, как Чи Гевара, которые своими речами, памфлетами найдут те слова, которые приведут массы в движении. В Америке таким человеком был Тамас Пейн. Он опубликовал в январе 1776 года небольшой памфлет 47 страниц. Коммонсенс, здравый смысл, который буквально всколыхнул всю Америку. Он издавался и переиздавался десятками раз. В нескольких ярких словах он убедил американцев, почему они должны бороться за свою независимость. Его памфлет стал основой декларации независимости. Пейн приехал в Америку за два года до революции, был моряком, был учителем, торговцем. Пожалуй, если бы не этот яркий, блестящий памфлет, его имя было бы забыто. Тем паче, что после революции он яростно атаковал организованную религию в другом своем памфлете The Age of Reason. Но вот именно предыдущий памфлет Common Sense обессмертил его имя. Вот как Карл Марк и Энгельс они вошли в историю одной страницы своего памфлета. Это текст коммунистического манифеста. А вот тысячи страниц капитала массы так и не осилили. Их никто и не читал. Пол Ривер. Сын французского эмигранта Пол Ривер был искусственным мастером изготовления изделий серебра. Он делал хирургические инструменты и гравюры. На знаменитом портрете американского художника Джана Капли он изображен без пиджака в одной рубашке и держит в руке серебряный чайник. Намек не на бостонское чаепитие, когда колонисты выбрали в море ящики с чаем, а на свое мастерство ювелира. Пол Ривер вошел в американскую историю своей знаменитой ночной скачкой предупредить патриотов о высадке британских солдат в Портсмуте. Позднее рискую жизни он предупредил местную милицию в Конкорде о приближении английской армии. Конечно, ни одна революция не обходится без легенд о героических женщинах. Американское не исключение. Героиня Мэри Мак Кол ее звали еще Молли Питчер, которая сражалась вместе с мужем на артиллерийской батарее в Нью-Джерси. По легенде, сам Вашингтон после сражения отдал салют Мэри за проявленное мужество. После победы Вашингтона в Йорктауне главным вопросом стал ну а что же делать дальше? Ясно было одно. Шестилетняя война приближалась к концу. Парсанцы выиграли. Вашингтон назвал последующее после победы 23 месяца как наиболее опасное за все время войны. Французские союзники убрались домой. Его армия была полностью измуждена и стала разбегаться. Англичане контролировали все морские порты от Нью-Йорка до Саваны в Джорджии и такие крупные города как Детройт они оставались хозяевами всего Атлантического побережья. Продолжали стычки с индейцами которые спонсировала Британия. Если бы Англия в тот момент решила продолжать войну она бы ее выиграла. Но Англия потеряла волю к достижению победы. В феврале 1782 года английское правительство подало в отставку а новое правительство быстро открыло мирные переговоры которые закончились подписанием мира 3 сентября 1783 года в Париже. Британия признала независимость своих бывшей колонии и передала им все территории от побережья Атлантики до Миссисипи на юг от Канады и к северу от Мексиканского залива за исключением Нью-Орлеана а Флорида в то время была испанская колония. По окончании войны Вашингтон стал одним из самых известных людей. Героизм полководческие способности характер твердость принячей решений все говорило вот человек который должен взять власть. Вместо этого он сложил все свои полномочия и 4 года провел провел в уединении в своем повесте Маунт-Вернен в штате Вирджиния. Но в 1787 году к нему прибыл послание от континентального конгресса и Вашингтон отправился в Филадельфию где председательство на ассамблее которая принимала конституцию страны и избирала президента. Вашингтон получил большинство голосов 69 голосов проголосовал за него и 30 апреля 1789 года стал первым президентом страны. Ему было 57 лет. Он был переизбран на второй срок оставил офис президента в 1797 году и умер два года спустя. Джан Джей первый американский государственный секретарь затем верховный судья близкий соратник Вашингтона Эдамса и Гамильтона он оставил свой след строительству американского государства по профессии луэр был президентом континентального конгресса затем послом в Испании он старался склонить Испанию на сторону американской революции. Джей был сторонником сильного федерального правительства В 1789 году он стал председателем Верховного Суда а затем пять лет спустя стал послом Соединенных Штатов в Англии К тому времени отношения между странами резко ухудшились и Джей вернулся в Соединенные Штаты с проектом нового мирного договора который не встретил понимания и одобрения но его поддержал Вашингтон Джей был избран губернатором штата Нью-Йорк сражался с коррупцией и он провел законодательство которое постепенно отменяло рабство в этом штате его имя не так широко известно как имена других отцов американской нации но его заслуги неиспоримы еще одно громкое имя Тамас Джефферсон молодой Дэнди как Пушкин писал по моде лондонской одет он прибыл в 1775 году на второй континентальный конгресс с тремя слугами навряд ли кто-либо мог предположить что этому изысканному утонченному джентльмену крупному рабовладельцу через год предстоит написать американскую декларацию независимости Джефферсон родился серебряной ложкой во рту его отец оставил ему большое наследство 2750 акров плодороднейшей земли он получил блестящее образование изучал юриспруденцию и в 25 лет был уже избран в ассамблею штата Вирджиния а затем стал делегатом второго континентального конгресса и сразу же стал наиболее радикальным голосом ему и поручили составить проект декларации независимости зная что за два года до этого он уже опубликовал свой памфлет summary view of the right of the British America где под влиянием английского философа Джана Лок утверждал что право человека даны ему законами природы а не монархами его проект декларации независимости написан так ярко так выразительно что и сегодня спустя четверть тысячелетия он вдохновляет людей это было время когда испытывалась душа человека и Джефферсон доказал что его душа выдержала эти испытания Александр Гамильтон вся его жизнь отмечена скандалами он родился незаконным ребенком умер на дуэли но он был великим строителем новой нации всегда на стороне Вашингтона он стал первым министром финансов ему противостоял и был наиболее влиятельным таким его соперником Танос Джефферсон два полиса новой республики они основали партийную систему в американской политике Гамильтон родился на Карибских островах в детстве его жизнь чем-то напоминала героев романов Диккенса мать умерла когда ему было 11 лет отец обанкротился но судьбу забросило его в Америку где он закончил Кинг-Калыч теперь это Колумбийский университет и он стал помощником Вашингтона он преуспел во всех своих начинаниях как солдат как теоретик политический теоретик как редактор сборника федералист где он яростно защищал идею сильного федерального правительства чтобы удержать штаты вместе несмотря на огромную оппозицию он основал национальный банк в то время в Америке очень многие не хотели никакого национального банка который и помог стране обрести прочную финансовую основу Гамильтон был реалист твердо верил что не может объединить что ничто не может объединить страну так как сильный доллар и именно собственные материальные интересы которые станут главным двигателем развития он был вне сомнения гением но Джефферсон добавил к этому определению своего врага дьявольским гением Америки это Гамильтону принадлежат слова жажда власти свойственна большинству людей и это естественно что они злоупотребляют ею краткий перечень отцов американской нации был бы не полон без упоминания выдающимся и наиболее влиятельного четвертого по счету верховного судьи Соединенных Штатов Джана Маршалла он был офицером во время революционной войны написал пятитомную биографию Вашингтона был членом Конгресса и при Джане Эдамсе Секретаре Офстейд не хочется это это он был не ходячая икона как большевистские лидеры а живой человек любящий лошади театр барбекю стакан крепкого виски карты когда Эдамс назначил маршала верховным судьем Соединенных Штатов юридическая составляющая власти была наиболее слабой у суда даже не было своего здания и ютился верховный суд где-то в подвалах Капитолия когда новый президент Джефферсон отказался подтвердить полномочия федеральных судей которых назначил Эдамс в последний месяц своего правления маршал признал действия Джефферсона неконституционными мистерами Можете вот себе представить что Верховный суд России отменил как незаконный какой-нибудь указ Путина бедные судьи что с ними было бы с этого решения Верховного Суда оно называлось Марбери Версес Мэдисон 1803 года и начинается история решения Верховного Суда Соединенных Штатов при случае я расскажу вам о всех его важных решениях включая последние Джан Маршал всегда твердо заложил основы юридического рассмотрения законов принятых Конгрессом и подтвердил его независимость от исполнительной власти 34 года он был председателем Верховного Суда главным судьем Соединенных Штатов Chief Justice при нем было установлено верховенство решений Верховного Суда над штатами и установлена свободная коммерция между штатами без всякого ограничения местных властей Маршал и поставил Верховный Суд на то место где он остается сегодня центр американской жизни как писал Джан Маршал вершина юридического мастерства судьи состоит в его умении смотреть прямо в глаза лойера в течение двух часов и не слышать ни одного лживого слова которое он говорит революционная война закончилась страна получила независимость и вдруг оказалось что новая нация не работает проблема оказалась что юридическая исполнительная власть правительства Соединенных Штатов которая была изложена в статьях конфедерационного союза принятой конгрессом в 1781 году слишком слабая да и сам конгресс в реальности оказался форумом региональных политиков с их собственными интересами взаимными подозрениями и не имеющие власти устанавливать налоги набирать и содержать армию заставить штаты исполнять уже принятые законы как всегда в таких случаях отсутствие сильной центральной власти угрожает единству страны основными адвокатами создать новую конституцию был Александр Гамильтон и Джеймс Мэдисон в мае 1787 года в Филадельфии с этой целью и собрался конгресс президентом которого был Вашингтон который был твердо убежден что Соединенные Штаты не смогут существовать как независимое государство если не будет создано сильное центральное правительство делегаты приехавшие на конгресс быстро пришли к пониманию что федеральную власть нужно разделить на три части исполнительную законодательную и юридическую и у каждой ветви власти должна быть своя ответственность и свой контроль над деятельностью других это так называемая система check and balance последовала целая сеть компромиссов баланс между свободными штатами и рабовладельческими разделение законодательной власти на конгресс и сенат президент должен был избираться коллегии выборщиков после длительного обсуждения 17 сентября 1787 года делегаты приняли новую конституцию но в новой конституции не было главного без чего многие штаты отказались ее ратифицировать дополнение о правах bill of right который вскоре был принят и стал законом страны 15 декабря 1791 года в дальнейшем у него были внесены несколько поправок о чем же говорит этот фундаментальный закон в первой статье изложены фундаментальные права человека гарантирована свобода речи прессы религии отделение церкви от государства право на мирное собрание граждан и обращаться к правительству с предложениями и жалобами а вот вторая поправка которую вы хорошо знаете это свобода на владение оружием третья сейчас уже потеряла смысл там запрещалось правительству размещать солдат в дома граждан четвертое защищала неприкосновенность жилья от незаконных обысков без судебного разрешения права граждан но свободное независимое судебное разбирательство это пятая поправка никто не может быть признан виновным без решения суда целый ряд поправок там дальнейшее было связано с юридическими какими-то проблемами а вот десятая гарантила гражданам все права которые не запрещены законом вот такие так был принят этот билл о правах эти поправки устанавливали личную свободу граждан на которой основана демократия начинает свободы речи и религии добра человека на справедливое судебное разбирательство они и были представлены на рассмотрение штата в сентябре 1789 года через два месяца Нью-Джерси был первым штатом одобрившим их а через два года Вирджиния была последним пришло время для небольшого перерыва продолжим спасибо конституции универсия он выглядел он выглядел намного старше своего возраста хотя ему было только 40 лет вечный холостяк он женился в 43 года на женщине младше его на 17 лет доли тат она была вдовой детей у них не было но Бог наградил Мэдисона другим отцовством он стал отцом американской Конституции Блестящий ум. Мэдисон закончил College of New Jersey, теперь он это Princeton University. Хрупкое здоровье не позволило ему служить в революционной армии, но он разработал и предложил Конгрессу свой план Конституции, в котором предусматривалось разделение властей и контроля одной ветви власти над другими, ставшей не только американской, но и принятой многими современными демократическими странами. Ирония судьбы. Будущий абсолютно мирным человеком в администрации Джефферсона, он принял в сторону ястребов, которые втянули Америку в войну с Англией в 1812 году. Его враги так его и называли, эту войну войной Мэдисона. В 1801 году Мэдисон стал Secretary of State, и в следующие 16 лет его жена Доли стала первой леди страны. Джефферсон был вдовец, так что и 8 лет его правления, и 8 лет правления президента, когда президентом стал ее муж Мэдисон, Доли превратила Белый дом в центр интеллектуальной и социальной жизни Америки. Ее портрет тоже оставил нам еще один большой американский художник Гилберт Стюарт. В 1814 году англичане сожгли Белый дом, и вот она в последний момент сумела вынести из горящего здания портрет Вашингтона, написанный Стюартом. Пожалуй, это самый лучший из всех портретов Вашингтона. Ну, что я хочу вам напомнить в конце. Вы знаете песни, что кроме официального гимна Америки, есть еще и неофициальный. Это God Bless America, написанный Эрвеном Берингом. Этому как раз гимну, этой песне исполнилось 100 лет. Хорошие слова. God Bless America, land that I love, stand beside her and guide her through the night with the light from above, from the mountains to the prairies to the ocean with a home. God Bless America, my home, sweet home. Так что через два дня соберетесь по традиции американского барбекю и будем веселиться, вспоминать Америку. Прошло 243 года. Я вам скажу честно, конечно, 243 года это гигантский срок для любой страны. Но что интересно, вот отбросим 243 года. Возьмем только 43 года. Вот последние 43 года. Страна резко изменилась. Вот даже за эти последние 43 года сегодняшняя Америка это не та Америка, к которой мы привыкли. Вот традиционная Америка с двумя традиционными партиями, демократическая, республиканская, действительно со свободной прессой, которая объективно освещает и критикует правительство. Я думаю, что в Америке так было принято всегда. Пресса всегда критиковала правительство, всегда находила недостатки в органах, во всяких, и в армии, и в ЦРУ, и где только не было. Она на той, она и пресса демократическая, свободная. В Конгрессе всегда после яростных дебатов всегда находили какой-то компромисс, искали каких-то общих решений. Но потихоньку вот эта так называемая либеральная составляющая, которая давным-давно проникла в американское образование, сначала в школы, потом в университеты, колледжи, резко разделила страну. Демократическая партия, это не та демократическая партия времен Джансона или Трумэна. Это совершенно другая партия. Она не только уклонилась влево. Ну, что ж, демократическая партия всегда себя называла левой партией, которая якобы защищает интересы большинства населения. Сегодня это крайне левое, крайне агрессивное и с большим уклоном к социализму. Вот возьмите вчерашний опрос, американский опрос. Кто лидирует из этих 12 или 14 демократов, которые выдвинули себя на пост лидера демократической партии? На первом месте Сандерс. Сандерс, этот человек, который в своей жизни, это сенатор от штата Мэйн, он в своей жизни не работал ни одного дня. Это прирожденный демогог, человек, который обещает все. Америка должна строить социализм. Это с таким лозунгом он и выдвигает себя к кандидатам от демократической партии. Другого лозунга у него не нашлось. В прошлый раз он чуть-чуть уступил Клинтон, мадам Клинтон. А сейчас он вот во главе лидеров. Человек, который, как все вот эти 12 кандидатов, тот, кто смотрел последние их дебаты, они ничего не говорят, что нужно сделать. Как дальше, как развить Америку, как улучшить ее инфраструктуру, что нужно сделать для того, чтобы эта страна жила. Вот только при Трампе впервые жила страна. Смотрите, за первое полугодие у нас валовый экономический национальный продукт страны возрос на 3,1%. 600 миллиардов долларов почти в годовом исчислении прирост валового национального продукта. Но впервые пришел человек, который сказал, что надо сначала дать облегчение бизнесу, снизить налоги. И он это сделал, и сделал бы еще больше, если бы ему позволили. Ну и с первого дня его прихода к власти, Трамповской, вот эта свободная американская пресса беспощадно его травят. 23 женщины, 23. Вот за все время, они за эти два года выдвинули, что он когда-то то ли их изнасиловал, то ли собирался изнасиловать. И это все, их память вдруг сейчас освежилась. Через 20 лет этих событий, через 30 лет, вот совсем недавно, неделю тому назад, еще две там какие-то женщины. Одна вспомнила, что она была в Супермонте, покупала себе какую-то одежду, он ее износил, Трамп ее износил в раздевалке. Ну, казалось бы, смешно, но даже говорить нечего, он говорит, я не знаю такую женщину, ни имени, ни фамилии. Но вот это скатилось до подлости, до низменности, до мелочи. Президента страны травят пресса, а это в основном 90%, потому что пресса у нас испокон веков такая леволиберальная. И ему очень трудно защититься, и тем паче еще труднее что-то сделать. Вот то состояние, которое мы приходим к ныне, к выборам следующего года. Конечно, страна, которая действительно оцинации американской. Я трудно эту тему рассказывать, потому что, ну, с другой стороны, почему? Ну, вот вы живете в Чикаго, у вас каждая вторая улица в даунтауне города, названная именами тех людей, о которых я вам сегодня рассказывал. Там все-все улицы названы, и Джефферсон, и Мэдисона, и Вашингтона, и так далее. Конечно, когда идет человек по улице, я знаю, что так получилось, ну, там еще в Советском Союзе, когда мы жили, там, какую-то историю там преподавали в школе. Здесь у людей нет возможности изучать американскую историю, кроме, там, пяти вопросов, которые спрашивают при сдаче на гражданство. Но Америка очень интересная, очень увлекательная, очень глубокая история. Вот эти 243 года ее независимости, это история страны, в которой происходило много-много интересных вещей. Америка, конечно, не идеальная страна, она за 243 года своей независимости участвовала в 12 больших войнах, 12, 12 больших войн. Какие-то были успешными, какие-то были неуспешными. У страны есть своя история, и хотя бы вот немножко ее знать, эту историю, это вот не только себя чувствует, вот я гражданин этой страны, а вот потому что без знания вот этой предыдущей истории очень трудно объяснить и рассказать, что происходит именно сейчас. Почему вот эта демократическая партия рванула в так левую сторону, что просто уж дальше некуда. Конечно, хотя бы не было лично, хотелось бы взять этих кандидатов от демократической партии и отослать их на Кубу. Пусть бы они там пожили год, два, три, там социализм построен. Профессор Гаванского университета получает 35 долларов в месяц. Проститутка Гаванская просит эти деньги за один час работы. Вот надо там уже с Андерсом поехать туда посмотреть, как строится социализм, как там, как хорошо люди живут, как за последние 60 лет не отремонтировано ни одного дома. Ведь, ну вот в том-то и дело, что обещая бесплатно все блага и не говоря о том, как эти блага возможны, они, эти люди, ведь народ же как устроен, ну, американские не исключение. Всем приятно слышать, все будет бесплатно, образование, медицина, студентам отменят все долги, которые они, значит, взяли займы на учебу. Все, социализм восторжествует. Естественно, при такой демогогии, ну, кто, кто же, не будет же человек голосовать за человека, который скажет, что для того, чтобы что-то это осуществить, надо что-то сделать, надо развивать экономику, надо развивать... Тем паче у Америки, Америка вступила уже во второе десятилетие 21 века, появились серьезные, серьезные вызовы. Тот первый год 21 века был одно, когда Америка после распада Советского Союза доминировала. Сейчас она не одна, сейчас есть огромная страна, с очень быстро развивающей, с огромным экономическим потенциалом, она уже, пожалуй, вышла на первое место в мире по валовому национальному продукту в Китае. Россия при Путине стала, как говорят, заниматься своим любимым делом, гонкой вооружения, милитаризацией, ну и, конечно, бесконечными угрозами. Они спускаются на воду новые атомные лодки, которые сбросят какие-то неуправляемые атомные тут субмарины, под названием, которые будут лежать у американских берегов, а потом взорвутся и, значит, сметут всю Америку, ну и так далее, и так далее. Это тоже ничего нового, и, наверное, ничего в этом страшного нет. Но у Америки огромный вызов, ей есть проблемы, которыми надо заниматься, а не заниматься демагогией. Вот с таким настроением мы и празднуем с вами подходящий 243 год. А ведь год-то этот такой, через буквально три недели, 20 июня, июля, будет 50 лет, когда первый американский астронавт впервые, значит, спустился на Луну. Вот за 50 лет были определенные достижения, рыжки и прочее, а сейчас все уходит демагогой. Обидно, но Америка недаром она 243 года прожила, проживет еще столько же. Все вопросы потихоньку решатся. Так что желаю вам хорошего настоящего праздника, хорошего барбеку и хорошего американского виски. Всего вам доброго. Спасибо огромное. Спасибо, Ян. Вам взаимно. Хорошо погулять, хорошо встретить день рождения нашей страны. И услышимся на следующей неделе. Будьте здоровы. И только одно добавлю, что впервые в этом году наш президент решил не танк и не устроить военный парад в Вашингтоне, но разместить в Вашингтоне несколько американских танков, всего четыре. Просто на улице их поставить. Пусть люди посмотрят, какие у нас танки. И в это время в воздухе пролетят новые американские самолеты. Б-2, бомбардировщик, и F-35, самолет-истребитель. Хорошо, хорошего вам порядка. Спасибо, спасибо. Будьте здоровы, Ян. Всего доброго.